Так свой день рождения Фатима Хашукаева не встречала еще никогда. В полном обмундировании с респиратором по дороге в инфекционный госпиталь. Хорошее настроение медработника поддерживает уверенность в том, что уже совсем скоро обстановка наладится и все смогут вернуться к прежней жизни. Надеемся, что все скоро закончится, что скоро все разъедемся по домам и в нашей республике будет как раньше хорошо. Все, спасибо. Дружеские отношения в медбригаде – залог успешной работы. Уверен в этом и Радмир Гидеев. Врач-анестезиолог с 7-летним стажем одним из первых вышел на передовую борьбу с коронавирусом и беспрерывно работает в госпитале уже порядка двух месяцев. Подготовиться в полной мере все равно ни к чему невозможно. А так, в принципе, я же говорю, если команда знакомая, то с трудностями справляемся, какими бы они ни были. Так что главное быть уверенным в своих людях. Условия? Ну, ясное дело, что тяжелые условия. Тут уж даже скрывать нечего. А так, в принципе, хватает. Что нужно, предоставляют. Условия работы действительно непростые. Каждый день группа из 12 человек заступает на 6-часовую смену. Только представьте, 6 часов в противочумном костюме, в респираторе, без возможности даже выпить воды. И так они спасают жизни, действительно работая на износ, потому что знают, что их ждут и на них очень надеются. Я работаю в реанимации, там ждут люди, каждый, который рад нашей встрече. Где-то с надеждой, где-то да. Они начинают нас благодарить, но наша главная ихняя благодарность, когда они туда выходят на своих ногах живы и здоровы. Больше нам никакой благодарности не надо. Это вот серьезно лично от меня. В большинстве своем эти ребята до объединения в одну медбригаду друг друга не знали. Но работа их сблизила, сдружила. Керим Бабалу самый молодой в группе. Ему всего лишь 19. Этим летом его еще ждут выпускные экзамены в республиканском медколледже, а пока он на практике показывает свою профпригодность. В бригаде относятся к нему с большим уважением, ведь парень пришел работать в госпиталь добровольцем. Написали заявление, нас отправили в северный госпиталь. И там нас уже взяли не санитарами, а дезинфекторами. Ну, объем работы не сильно отличается, но все равно. Но там мы не только дезинфекторами работаем, но и как медбратья. Так как по образованию мы медбратьям, там поставить капельницу, сделать укол, что-то еще. Никогда бы не подумал, что вот реально практика будет настолько интересной. Раньше то, что мы проходили практику по месту жительства, ну, и то, что сейчас ни с чем не сравнить. Новый уровень эмоций, новые люди. Эти люди рискуют собственным здоровьем, открывая двери госпиталя. Но по зову сердца, по зову долга, ежедневно и без выходных выполняют свои обязанности. Они проходят через множество трудностей и лишений, чтобы хоть как-то помочь заболевшим. И в наших силах помочь самим врачам. Для этого всего лишь нужно соблюдать правила самоизоляции, избегать массового скопления людей и не забывать про санитарные нормы.